Здравствуйте! Через несколько дней в издательстве Радович в Москве выйдет моя книга. Книга под таким названием «Этнопсихология народов бывшей Тартарии». Что из себя представляет название Тартария? Тартария – это с древнего языка спрокрытая означает «полуночная северная страна Ариев». Вот огромные вот эти вот площади здесь вот на территории Сибири были заняты когда-то, особенно вот лесостепная часть, вот зона Южной Тайги, это вот Кемеровская область, это вот Хакасия, это Минусинская котловина, и дальше на восток, Байкал, Забайкалье, и туда до самого океана, вот эта вот степь, которая лесостепь уходит на границе с Монголией и Манчжурией. Все это было занято когда-то русским населением. Это челдоны, так называемые челдоны. Они сохранили культуру, они сохранили память о том времени, когда они здесь в Сибири были господствующим народом. Вот. Я вот о челдонах написал небольшую главу, чтобы люди знали, что население Сибири, русское население Сибири, имеет два корня. Один корень – это корень тот, который пришел из-за Урала, это вот северная, вот это вот веть оттуда, вот это Вологда, это вот Архангельск, оттуда поморы приходили через Абскую губу на своих кочах и заселяли территорию Сибири с севера. И второй корень – это местное, местное население, русское местное население, которое здесь жило всегда. Вот. И челдон или челдон переводится «люди воды», потому что дон – это с древнего языка вода, это совсем не люди с дона. И вообще река Дон – это просто вода с древнего языка, с языка скифов, сарматов, с прокрита, то есть древнерусского языка, будем так говорить. Вот. Ну, а остальные народы, там у меня этнопсихология народов остальных сибирских, кроме челдонского населения, вот, взята, это те люди, которым когда-то русское вот это вот население Сибири позволило уйти с юга, с территории Китая, с территории Тибета, Юго-Восточной Азии, и уйти на север, потому что с севера после резкого изменения климата русские схлынули на юг, они расселялись в основном в лесостепи, вот, южные лесостепи, юг Сибири, а северные земли были пустынные, брошенные. И вот эти маленькие народы, которые от китайцев уходили на север под защиту русского царства, или великой северной империи, как называли ее китайцы, вот, то им позволено было вот на этой огромной территории, на севере, расселиться. Вот так ушли самодейцы с Саянтом, предки Энцев, Ненцев, Наганасанов, Силькупов, так ушли тюркские народы, которые пришли из Центральной Азии, вот, так ушли на север предки Чукча, эскимосов, юкагиров. Вот, и вот каждый народ, он имеет, каждый народ имеет свое лицо, то есть свой характер, коллективное сознание. И вот я это коллективное сознание, вот, именно вот, постарался так описать, вот, в своей книге, чтобы люди, которые приезжают, вот, путешественники там, те, кто занимается исследованиями какими-то в Сибири, кто занимается работой, кто приезжает открыть какие-то новые месторождения, они, волей-неволей, они сталкиваются с местным населением, и нужно знать, как себя вести. Не надо этих людей, которые здесь в Сибири живут, мерить нашей меркой. Поэтому, вот, эта книга, она очень полезная для путешественников и для тех, кто будет здесь работать в Сибири, и кто приезжает. Поэтому конфликты, вот эти вот, да, конфликты, которые могут возникнуть, кто эту книгу прочтет, вот, он уже эти конфликты избежит. У нас сейчас многие приезжают, вот, из Якутии и за голову хватаются. Якуты не разговаривают, например, в обществе русских на русском языке. Ну, это вызов, конечно, вызов, потому что, ну, понятно, что вызов. Потому что даже на Кавказ ты приезжаешь, кавказцы тут же переходят на русский язык, дабы не обидеть гостей. Якуту наплевать. То есть, то же самое в Туве происходит. Вот, приезжаешь к Чукчим, там наоборот. Там говорят сразу на Чукотскую. С Чукотской переходят на русский. Приезжаешь к Ивенкам и к Ивенам, они переходят со своего родного языка на русский. То есть, вот, это надо понимать. И почему? Я всё это описал в книге. Что происходит вот сейчас? Какое движение, вот, этнические, вот, эти вот, небольшие, вот, эти вот образования сибирские, что там происходит? И как Запад влияет на психику, влияет на психику некоторых этносов? Ну, например, на Туву, на Якутов влияет. Вот. Была попытка включить, вот, против русского населения татар, сибирских, тюрок сибирских. Ну, вот, с татарами у Запада не получилось. Я там тоже об этом немножко написал в своей книге. Там просто-напросто этих эмиссаров, которые пытались это раскачать, вот этот вот сепаратизм, да, такое негативное отношение к русскому населению, татары просто решили, сначала подумали, говорят, наверное, давайте мы их утопим в тайме, или там в оби. А потом подумали, а может, мы всё-таки сжечь лучше будет. А когда они услышали, что их там будут топить, сжечь, они просто бросили, и все уехали. То есть эти вот вещи у меня в книге кратко описаны. Вот. Ну, думаю, что книга будет полезная. Вот. И последнее, что я хочу сказать. Я её написал давно. Я написал её лет 20-25 назад, я уже даже не помню, когда. Она представляла собой диссертацию. Но я что сделал? По этой психологии диссертацию. Но я что сделал? Я ввёл туда вот главу о русских, о челдонов, о населении, населении Сибири, русском населении Сибири. Потому что по-другому никак нельзя было. Вот даже в те времена, до 17 века, всё держалось здесь на русских, на ведическом русском населении, которое здесь расселилось от Урала до Тихого океана. И о котором, кстати, наша наука старается не упоминать. Как будто его и не было, этого населения. Хотя сама Азия, вот сама Азия, она называется страной асов. Асы – это белая раса. То есть вообще белая раса, её корни, её происхождение – это центральная, это северная Азия. Это надо понимать. Чтобы доказать вот то, что я вот сейчас говорю, надо вспомнить Анатолия Клёсова. У него там хорошо описано, как с севера пришли на юг, вот именно на юге Сибири, 20 с лишним тысяч лет назад образовалось два котла, плавильных котла этнических белой расы. Вот. И оттуда эти котлы потом ушли далеко на запад. Так вот, что получилось тогда? Тогда, 25 лет назад, когда посмотрели, значит, мою работу, вот, что я задел здесь коренное русское население, сказали, Георгий Алексеевич, вы защищаться не будете. Уберите эту голову, защищайтесь. А то, что вы говорите о русском, это всё сказки. Этого не может быть. И какие сказки? То есть, когда началось вот это вот, началось бодание, противостояние с этими друзьями, я отказался вообще от диссертации. И теперь эта диссертация, она в форме книги, вот такой, она вышла. Она сейчас имеет хорошие, ну, будем так говорить, оформления отличные, великолепные, иллюстрации цветные, красивые, которых у меня в диссертации тогда вообще не было. Сейчас это всё обновлено, оно всё прекрасно. Книга интересная, я думаю, что современным читателям она должна понравиться, особенно исследователям и путешественникам по Сибири. Хочу вот что отметить, что в главе вот о Челдонах я не удержался и написал, какие они на самом деле. Вот то, что мне пришлось увидеть. Вот всё, что я написал, это моё путешествие по Сибири. Это я всё видел своими глазами. И вот я среди них жил, и скажу смело, что эти люди, они до сих пор не научились воровать. Их поселение, где они живут, не закрывается вообще. Они не знают замков. Эти люди не знают, что такое ложь. Они просто не знают. Они презирают ложь, они стоят выше. Не знают, что такое подлость. Не знают, что такое жадность. Это очень напоминает индейское население в Северной Америке. То есть вот такой же высокий нравственный уровень. Спасибо за внимание. Северной Америке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова